Президент Украины был в Италии, в Германии, а дальше отправится во Францию. Но обо всем по порядку. Президент Германии Франк Вальтерштайнмайер в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского во дворце Бельвью в условиях усиленных мер безопасности. В Берлине усилены меры безопасности из-за визита в Германию президента Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где расположена резиденция президента, были выставлены снайперы. После переговоров между главами двух государств Зеленского с войскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии. Позже совместные процедуры, вручение премии Карла Великого. О планах визита Зеленского стало известно в СМИ на прошлой неделе, но официально программу держали в секрете до последней минуты. Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскресенье в сопровождении истребителей. В субботу президент Украины посетил Италию в Ватикан, после этого самолет ВВС Германии доставил Зеленского в Берлин. Далее Париж ждет Владимира Александровича. Хотелось пошутить. Париж-Дакар. Далее Дакар. Но Дакар нам не нужен. Да. Помните, в одном из интервью в Европе Владимир Александрович спросил по поводу контрнаступления, все ли у Украины есть. Он сказал, что еще несколько поездок. Вот еще несколько поездок и будет. Итак, я понимаю, что, Владимир Александрович, главная цель его визитов не столько встреча с Папой Римским, сколько все-таки прямые переговоры о поставках, боекомплекта, вооружении, технике, все, что может пригодиться нам во время наступления. Значит, первое. Встреча с Папой Римским, она тоже важна, потому что Папа Римский ведет себя лишь бы как. Я не дипломат, не политик, поэтому говорю то, что думаю. По моему глубочайшему убеждению, Папа Римский работает с русскими давно и прочно, заигрывает с ними, подвязан с ними под какие-то, возможно, бизнес-проекты. Потому что он все время петляет, виляет и все время избегает каких-то формулировок, заявлений. Ведет себя некрасиво, не знаю, как он себя будет вести после встречи с Зеленским, но до того он вел себя некрасиво. А для меня политики в мире делятся сегодня на тех, кто ведет себя красиво и некрасиво, ну и отвратительно. Ну, про отвратительных мы не говорим. Это что касается Папы Римского. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, кого это выбирают римским папою в свое время. Значит, что касается визитов в Рим Владимира Зеленского, в Берлин и в Париж. Я думаю, что речь идет о трех вещах. Первое – оружие, недостающее для праздника. Второе – НАТО и третье – ЕС. Ну, или давайте скажем ЕС, второе, а третье – НАТО. Хотя, можно сказать, о двух вещах идет речь. Первое – это оружие, второе – ЕС и НАТО. Мы помним о том, что в июле будет саммит в Вильнюсе, важный саммит. Мы знаем о том, что целый ряд государств Европы настаивают на том, чтобы Украина стала членом НАТО без ПДЧ, без ничего, сразу. Как Финляндия и Швеция, например. Мы же не сомневаемся, что Швеция станет членом НАТО. Потому что сегодня выборы в Турции, они рано или поздно закончатся. Рано или поздно Эрдоган не будет президентом. Рано или поздно Турция сменит кардинально курс. Это будет светское государство с новым лидером. И Швеции будет все очень просто. Мы это знаем. Опять-таки, я не дипломат, говорю прямо, без экивоков. Теперь, что касается Украины, нашей страны. Значит, страны Балтии, Польша, для них нет никаких двусмысленностей в том, что Украина должна быть членом НАТО и ЕС. Они об этом говорят. Они принимают соответствующие заявления. Сеймы, парламенты. Они за нас всей душой. Они пытаются убедить остальных своих партнеров по НАТО, по ЕС, что надо принять Украину. Это стратегически важно. Даже в благодарность за то, что Украина сегодня защищает нас. Но существует группа государств во главе с Германией, которые против этого. Вот, я думаю, сегодня у президента было, у нашего президента был важный день, потому что ему предстояло убеждать руководство Германии в том, что надо поменять свою точку зрения. А мы знаем, что руководство Германии способно менять свою точку зрения. На ходу, быстро. Мы помним прекрасно. Я не беру в расчет эту проститутку, эту Шрёдера, который до сих пор сидит в Германии в посольстве, отмечает в русском День Победы. Это чистая, не просто консерва, чистый их агент. Вот, я не беру в расчет Меркель, у которой большие грехи перед Украиной. Я сейчас говорю о двух людях, о Штайнмайере и о Шольце. Франк Вальтер Штайнмайер, президент Федеративной Республики Германии, ФРГ. Кстати, бывший министр, в свое время министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко очень интересно произносил. Он говорил ФРГ, и если исходить из грамматики, то не Ф буква, а Ф, то есть он как-то правильно произносил. Но мы будем неправильно, мы будем как принято. ФРГ. Значит, Штайнмайер, он же был министром иностранных дел Германии. Он был таким очень благосклонно русским. Он прекрасно с ними находил общий язык с русскими. И наши официальные лица рассказывали мне в беседах, таких в неофициальных беседах, что встречаясь с Штайнмайером, который был министром иностранных дел, они охреневали от его пророссийских нарративов. То есть, ну вы же понимаете, что такое Германия до полномасштабного вторжения. Это прекрасно развитый бизнес с Россией. Огромные бабки. Северный поток, и прекрасно помним. Коррупция, все что угодно. То есть Штайнмайер. И вот Владимир Зеленский, я сейчас опять буду хвалить его. Это мне не свойственно, но я справедливый человек. Он, вы знаете, во время войны он делал и делает то, чего никогда до него не делали государственные лидеры. Он не стесняется говорить то, что думает, даже в нелицеприятной форме. И он так отчитал Штайнмайера, как мальчишку просто, и сказал, нам не нужно, чтобы он сюда приезжал. Вы помните это? Конечно. Что вызвало такой дипломатический скандал даже. Ну не принято в мире дипломатии, чтобы президент так говорил. В адрес другого президента. Тем более в Федеративной Республике Германии. Но Зеленский это сделал, молодец. И создал важный прецедент. Штайнмайер это проглотил. Думаю, что ему было очень неприятно. Но прошло время. Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. И Штайнмайер приехал в Бучу. И это его перевернуло. То есть он продемонстрировал, Штайнмайер. То, что он все-таки не просто политик и функция. И вот такой политик. А он оказался человеком. Который подвержен эмоциям. Который может менять точку зрения при получении новой информации. И которому может быть стыдно за свою предыдущую позицию. Ему было стыдно. Я в этом уверен. Он изменил свое мнение. Я в этом уверен. И он выступил с ошеломительной речью после посещения Киева. Вы это тоже помните. Где проанализировал ошибки Германии в подходе к России. И обрисовал новые направления в отношении и с Россией, и с Украиной. Германия в первые дни полномасштабного, широкомасштабного нападения России на Украину очень помогла Украине. В кавычках очень помогла. Прислала каски и бронежилеты. Даже бронежилеты, по-моему, не прислала каски. Сегодня эта страна один из главных доноров в оборону Украины. И сегодня немцы передают самый большой с начала войны пакет военной помощи. Я уже не говорю о финансовой помощи. И мы тоже должны сказать спасибо Германии, спасибо народу Германии, спасибо президенту Германии, канцлеру Шольцу за это. Канцлер Шольц тоже заигрывал с Путиным. Он же человек новый. Он Меркель сколько лет была? 16 или сколько? Он новый человек, он пришел, там уже сложившиеся отношения, там уже бизнес-партнерство такое. Там уже все на мази. Ну, как-то ломать это... Он долго приезжал, долго разговаривал. Ну, как Макрон. Долго разговаривал с Путиным, долго пытался что-то понять эту таинственную в жопу русскую душу. Он тоже, смотрите, как изменился. Он же тоже был осторожным, аккуратным. Нет. Сейчас он резок. Сейчас это резкие заявления Аписториус, министр обороны Германии. Посмотрите. Он тоже был сначала, да? А сейчас какие заявления? Единственное, кстати, кто в Германии из таких, из официальных лиц, высокопоставленных, кто методично дрючит фашистскую Россию, это Анна-Лена Бербук. Я имел возможность видеть ее в Киеве и слушать ее. Я прямо напротив нее сидел и слушал ее. Но она красавица, я хочу сказать. Она непримиримая красавица. И, конечно, красавица какая премьер-министр Италии Мелани. Это же просто подарок для нас, что Виталий не Берлускони, а Анна. Поэтому про Германию. Германия все поняла. Германия назад не сдаст. Германия будет только наращивать помощь Украине. Сегодня же в Париже будет Владимир Александрович. Как думаете, Макрон тоже все осознал и все понял? У нас в памяти еще свежи его визиты в Москву. Уже во время широкомасштабного вторжения. Их постоянные телефонные разговоры и так далее. И Макрон, который что-то хотел, договориться, поверить. Ну, вот все в этой риторике. Как думаете, вот Макрон уже все понял, все осознал? Не знаю. У меня нет мнения на этот счет. Давайте дождемся встречи Макрона с Зеленским. Давайте дождемся того, что скажет Макрон. После того, что заявил Шольц, мне все понятно. Послушаем заявление Макрона. Месье Макрон, мы ждем не Макарон, а, пожалуйста, вашего четкой позиции по международному преступнику Путину. И, конечно же, будем благодарны вам за военную помощь. Не уверен, что Месье Макрон смотрит наши эфиры, но пусть ему передадут те, кто смотрит. Продолжение следует...